Игорь Павлович, в теме Временного ввоза транспортных средств, наверное, самой проблемной какой-то точкой, узловой, является все-таки соблюдение сроков. Они особые. В плане нарушений срока или их несоблюдения, действительно много на территории Республики Крым, а точнее на границе, фиксируют этих самых нарушений? Вопрос, который мы сегодня хотим обсудить, для нас актуальный, потому что с начала 2016 года Крымской таможни возбуждено 283 дела об административных правонарушениях, из них 220 дел, это 78%, возбуждено как раз по нарушениям срока временного ввоза транспортных средств и нарушений права пользования ввезенными транспортными средствами. Поэтому, да, вопросы актуальны. Вот когда речь идет о сроках, мы же понимаем, что это понятие, оно кем-то регулируется, это норма, которая установлена. Вот кем и в каком, собственно говоря, объеме эти сроки и как регламентированы? Срок временного ввоза устанавливается таможенным органом при пересечении таможенной границы. Информация о нем указывается в пассажирской таможенной декларации, которая остается на руках у лица, который ввез транспортное средство. Что такое первоначальный срок временного ввоза транспортного средства? Срок временного ввоза первоначальный – это срок на необходимый иностранному лицу для ввоза транспортного средства на срок его пребывания. Срок временного ввоза устанавливается до года. Это максимальный срок? А каким является срок минимальный для ввоза транспортного средства в Крым? Сейчас, исходя из решения Евразийской экономической комиссии, которая у нас вступила в силу в сентябре 2015 года, таможенные органы при ввозе временным транспортным средством личного пользования устанавливают сразу же предельно максимальный срок. — Речь идет о гражданах всех стран зарубежья, или вы как-то делите граждан, имеющие паспорта стран-членов либо Содружества независимых государств, либо таможенного союза, а с другой стороны все остальные? — Да, действительно, у нас таможенным кодексом таможенного союза, это пункт 2 ст. 358 и соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь и Казахстан от 18 июня 2010 года установлены сроки в отношении иностранных транспортных средств, которые ввозятся иностранными лицами, это до года, а в отношении лиц, членов Евразийского экономического союза, ну или проще говоря, гражданами Российской Федерации в том числе, это срок до полугода. — А страны Евросоюза, условно говоря, это какой срок? Вот тот самый год, о котором вы сказали? — Да. — Скажите, пожалуйста, при ввозе временном этого транспортного средства от граждан других государств страховка требуется? — Да, страховка нужна у нас по установленным правилам, при этом хочу обратить внимание, что на сегодняшний момент с учетом решения Совета страховщиков «Зеленая карта» страховки, которые выданы на территории Украины, они на территории Крымского федерального округа не действуют, и гражданам, которые ввозят иностранные транспортные средства, необходимо оформлять страховые полюса гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть теми организациями, которые имеют лицензии на территории Российской Федерации. — А вот вы, кстати, Беларусь в один ряд с Казахстаном поставили, потому что, ну, понятно, Беларусь, Казахстан член таможенного союза, но с Беларусь как бы Россия находится в состоянии, да, вот как союзного государства, это не распространяется, никакие исключения на Беларусь? — Нет, мы говорим о том, что страны Евразийского экономического союза, у нас таможенные правила одинаковые, и мы взаимно принимаем те документы, которые оформлены в странах Евразийского экономического союза. — А вот вы статистикой наверняка обладаете. Вообще много в Крым приезжает, на территорию Крыма, да, проникают транспортные средства, вот именно принадлежащие граждан с паспортами стран, входящих в таможенный союз. Вот в единицах конкретных есть статистика? — Я вам сейчас прямо не скажу насчет граждан, которые ходят в Содружице Евразийского экономического союза. Я скажу так, что нами за 2015-2016 год оформлено на ВОЗ порядка 273 тысяч транспортных средств, которые везены физическими лицами. — Это всего? — Да. — То есть это все иностранные граждане? — Это и граждане и иностранные, и граждане Российской Федерации, или страны Евразийского экономического союза, которые ввозят иностранные транспортные средства. Из них снято с контроля порядка 256 тысяч транспортных средств. То есть сейчас у нас на контроле находятся порядка 16 тысяч транспортных средств, основная масса из них — это транспортные средства, в отношении которых сроки временного ввоза не истекли. — Не истекли. А вот человек, который ввозит транспортные средства в Республику Крым, он может каким-то образом позаботиться о том, чтобы срок этот был увеличен? — Смотрите, о чем мы говорим. И на чем как раз хотим акцентировать свое внимание, что на сегодняшний момент при ввозе транспортного средства, давайте так вот определимся сначала по иностранным лицам, мы устанавливаем предельный срок до года, и этот срок нарушать нельзя. То есть в рамках годичного срока транспортное средство должно быть вывезено за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, либо продекларировано и помещено под один из таможенных режимов. — Ответственность за нарушение сроков, о которых вы говорите, она какова? — За нарушение срока временного ввоза у нас предусмотрена ответственность Кодексом об административных правонарушениях по части 1 ст. 16.18 при нарушении срока временного ввоза с граждан вызывается штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, либо без таковой. — Если это транспортное средство конфисковано, владелец сможет каким-то образом его назад получить? — Мы говорим о том, что если такая санкция принимается, то, конечно же, владелец лишается право его пользования и распоряжения. — То есть это безвозвратное? — Да. — То есть я хочу обратить внимание при этом, что конфискация принимается только по решению суда. — А суд примерно сколько рассматривает такие вопросы? Вы говорите о том, что срок-то по большому счету небольшой в течение года, таковы границы, и вами они определены. Суды быстро принимают решение? И как сама выглядит эта процедура? Это таможенная служба обращается с представлением каким-то в суд? — При нарушении срока временного ввоза, то есть выявляем его мы, конечно же, обычно выявляется при намерении лица вывести транспортного средства. Нами, таможенные органы, возбуждаются с дела об административном правонарушении, и мы направляем его на рассмотрение в судебные органы. — Много таких эпизодов здесь в Крыму? Вот если статистику, например, с года 2014-го поднимать, вот на вашей памяти было? — С 2014-го, я вам статистику не скажу, но вот сейчас я вам с чего начал, что у нас 220 дел по нарушениям с срока временного ввоза. — Лицо, которое является владельцем транспортного средства, ввезенным в Крым, может передавать право пользования этим транспортным средством какому-нибудь другому лицу? — Это еще один акцент, на что нужно обратить внимание, что при временном ввозе иностранного транспортного средства передача иному лицу допускается только с уплатой таможенных платежей и декларирования такого транспортного средства и с разрешения таможенного органа. — Ответственность за незаконную передачу транспортного средства одним лицом другому какова? И вот какими правовыми нормативами она определяется? — Также точно ответственность предусмотрена кодексом об административных правонарушениях. Это часть 2 статьи 16.24 санкции такие же, штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей с конфискацией транспортного средства или без таковой. — Игорь Павлович, помимо той административной ответственности, о которой Вы сказали, что происходит с обязанностью по уплате таможенных платежей в таком случае? — Хотел обратить внимание, что при нарушении предельного срока временного ввоза, то есть годичного срока для иностранных транспортных, для иностранных лиц, либо полугодового срока для лиц Евразийского экономического союза, а рано с этим и при передаче без разрешения таможенных органов транспортного средства в управление иному лесу, у нас в соответствии с таможенным законодательством возникает обязанность по уплате таможенных пошлин налогов. То есть помимо привлечения лица к административной ответственности, таможенные органы проводят мероприятия по взысканию таможенных платежей. На это тоже нужно обратить внимание и поэтому я хочу обратиться к лицам, которые временно ввозят транспортные средства, чтобы они позаботились о соблюдении этих сроков и не доводили до нарушения таможенных правил, потому что последствия достаточно тяжелые. — Вопрос, Игорь Павлович, который, наверное, очень многих телезрителей интересует, если транспортное средство конфискуется, где оно хранится и как потом государство распоряжается этими автосредствами? — Такой порядок определен законодательно. Транспортные средства, они на момент возбуждения дела об административном правонарушении, они у нас изымаются, а потом передаются в уполномоченный орган для реализации. — Спасибо большое, Игорь Павлович, за ваше предупреждение и за компетентный комментарий. Удачи в работе. Всех благ. — Спасибо, Василий. — Ну а мы не прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok